По состоянию на 8 октября текущего года в 10 регионах из 16 стартовал отопительный сезон. Это Акмолинска, Актюбинска, Атраусская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинска, Костанайска, Павлодарска, Североказахстанской области, город Астана. В 6 регионах отопительный сезон не начался. По данным акиматов областей, городов Астана и Алматы, осталось подготовить 5 котельных, работы на которых ведутся согласно графиков. В Атравской области одна котельная в поселке Балахше, в Южно-Казахстанской области две котельные, в городе Шимкенте, Сузахском районе и в городе Алматы две котельные, это северо-восточная и юго-восточная районные котельные. Теплотрассы, сети водоснабжения и водоотведения, электрические сети по республике подготовлены на 99%. Готовность объектов, соцкульпт-быта и жилого фонда также составляет 99%. Продолжаются ремонтные работы на 33 объектах образования. В городе Алматы, согласно графику, планируется завершить 31 объект в ноябре месяце. В Атравской области два объекта планируют завершить в октябре месяце. Не завершены подготовительные работы на 11 объектах здравоохранения. В Атравской области один объект планируют завершить в октябре. В Южно-Казахстанской области шесть объектов планируется завершить до 20 октября. И в городе Алматы четыре объекта планируется завершить в октябре месяце. 411 жилых домов не подготовлены к приему тепла, не получены паспорта готовности и акты опрессовочных работ. В целом, котельные мощности до 100 гкк в час обеспечены нормативным запасом топлива. Подписан проект постановления о выделении средств из резерва правительства в размере 535 млн. в Тимге на закуп топлива для теплоисточников Акмолинской области. Проект постановления по Казахстанской области внесен в канцелярию премьер-министра. И проект постановления по Жамбульской области находится на согласовании Министерства юстиции. По состоянию на 8 октября текущего года дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 8 млрд тимге. Общее снижение задолженности за период с 19 апреля 2011 года составило 10%. Уважаемый Сергей Книгмедович, правительством было поручено Акиматам снизить дебиторскую задолженность на 50%. По данным Акиматов, данного показателя удалось достичь в Акмолинской 81%, Актюбинской 63%, Жамбульской 62%, Карагандинской 60%, Павлодарской 53% и Западно-Казахстанской области 50%. Естественно, исполнено поручение Восточно-Казахстанской 45%, Казардинской 42% и Северо-Казахстанской области 40%. Остальными Акиматам поручения не выполнены. Кроме того, вами неоднократно давались поручения активизировать работу в данном направлении. При этом, по данным Акиматов в Костанайской области и города Алматы, за летний период задолженности практически не снижено. Учитывая, что данный вопрос находится на контроле у главы государства, считаю целесообразным принять действенные меры по выполнению поручений. По вашему поручению, агентством совместно с Акиматами разработан график по передаче безхозяйных сетей до 2015 года. В ближайшее время планируется внести его на утверждение в правительство. В целях качественного мониторинга прохождения осенне-зимнего периода в агентстве создан диспетчерский центр. Акиматам также необходимо закрепить ответственных лиц и на ежедневной основе информируют агентство о прохождении отопительного сезона. По поручениям администрации президента и правительства осуществлены выездные проверки регионов, по итогам которых были даны соответствующие рекомендации, считая, что все регионы осведомлены о проблемных вопросах. При этом, учитывая высокий износ инженерных сетей, в период прохождения отопительного сезона существует риск возникновения аварийных ситуаций. Акиматам необходимо принять меры по созданию аварийно-ремонтных брикад, обеспечить их специализированной техникой и необходимыми материалами. Особо необходимо обратить внимание на прохождение осенне-зимнего периода в моногородах.